Так здесь наводят порядок, во всяком случае, пока. Свалка на несколько гектаров сразу за въездом в Косиху дышит, дымит и растет. Часто приходится как-то отодвигать от края? Ну вот это вот она копилась за зиму. Зиму не работали в связи с законом, в связи не работали. А потом вот здесь, как это обычно, утрамбовываете? Обычно это сдвигается, с землей перемешивается. А кто привозит сюда? Ну, население, на машинах прям подъезжают и бросают. По словам жителей, свалки несколько десятилетий сваливают все и все. Она единственная для косихинцев. А что, удобно. Рядом село, рядом дорога, ниже склон. И свалку можно постоянно отодвигать от взора. Сбоку от свалки скромно стоят четыре мусорных портала. Возможно, туда привозят отходы добросовестные жители, а возможно, рекоператор. С января Косиха, как и другие райцентры, перешла на новую систему сбора ТКО. Рекоператор собирает мусор и увозит на полигон. В данном случае Троицкий. Каждый возле дома выносит мусор. Машина едет, собирается. А часто ездит. Каждый день, по каждой улице в определенные дни. В итоге мусор у каждого жителя собирают один раз в неделю. По словам хозяев частных домов, вони они не замечают. Ведро с пакетом наполняется. Мы пакет завязали, вынесли на улицу в кладовку или что-то. У меня один за туалетом стоит там. А один новый сделал, здесь хочу ставить сам. Потому что когда баки поставят, это неизвестно. А жителям многоэтажек уже сложнее. Баков нет, мусор складируют, где прохладно. Я вот беру и ставлю пакет вот сюда. Потом я беру и в среду выношу. Но достаточно? Дому нет. Я вам и говорю, что недостаточно. Два хотя бы раза в неделю. Потому что мусор очень много накапливается. У кого большие семьи. И тот, кто не может ждать неделю, самостоятельно едет на свалку. Но, как выяснилось, возил сюда и рекоператор. Он сам и попросил местной власти предоставить ему временную площадку для хранения. Мы почистили ее 1 января. Предоставили эту площадку. Но, позвольте, кто должен на ней тогда поддерживать порядок? Есть ситуация, когда население само вывозит туда. Может быть, еще недостаточно проработан этот вопрос. Но оно везет на то место, где и он складирует. Вы же коммунальными отходами занимаетесь сегодня. Посмотрите, приехайте, наведите порядок. Мы готовы поставить сами технику. Все, что есть между муниципалитетом и рекоператором, это соглашение о сотрудничестве. Поэтому глава Косихи Максим Гусев так и не понимает, кто должен следить за этим грязным местом. И добавляет, единственная попытка рекоператора увезти отсюда мусор была в марте, но сорвалась из-за возгорания на свалке. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости.